Субсидия на опаление Они вам помогают? Ну конечно А как именно они облегчили? Ну так облегчили тем, что меньше платить мне надо С моей пенсии 1400 Платить за тепло и за все остальное Где-то гривен 200 с чем-то Это же есть же какое-то подспорье Нет, мне хватает зарплаты моей Нет Не оформляли? Мне не положено, сказали И как, помогает она вам или еще не испробовали? Нет, ну в прошлом году В этом еще не было Помогает, конечно Намного меньше, да? Да Так как у меня пенсия маленькая Поэтому мне выгодно субсидии Хорошо А тепло уже в доме у вас? Ну, затопили, да У меня квартира небольшая Поэтому я пока не мерзну Дякую, Таня Олексюк Дуже цікавое опитывание Позитивное трохи Ну, из этого привода Я коллегично, Таня Ми сьогодні будем говорити зі спеціалістом по субсидіям У наступні 10 хвилин Тому, если у когось есть вопросы, можете телефоновать до студии У нас в гостях Серебельова Таміла Володимировна Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Доброго ранку Доброго ранку Дякую, еще прийшли Питание актуальное Думаю, у кого есть вопросы? Дуже много вопросов Дуже много вопросов Дуже много вопросов Потому что наши жители достаточно плохо информированы И у деяких даже возникают вопросы повторные Насамперед, хотелось бы узнать, что такое субсидия Для тех, кто еще не понимает этого понятия И хотел бы узнать про это Субсидия – это помощь государства и гражданам На оплату житлово-комунальных послуг И на придбание твердого палива и скрапленого газа Я хочу не погодитись с вами, что очень мала информационно-розъяснювальна работа Информационно-розъяснювальна работа только на вашей студии Дуже часто я бываю запрошена, не только я, а специалисты нашего департаменту И вообще, что в районах области информационно-розъяснювальна работа проводится, я вважаю, на высоком уровне Но, как всегда, наши люди хотят узнать, кто-то хочет почувствовать У каждого есть вопросы Хотелось бы запитать, на какой объем послуг назначается субсидия? В зависимости от послуги, есть норматив призначения субсидий Это и для газа, для води, для электропостачания Он рассчитывается от количества семьи, то есть членов семьи И рассчитывается норматив на призначение субсидий Тамила Володимирьевна, а если пенсионер у цьему році звільнився, а какие документы ему нужно подготовить, чтобы оформить субсидию? Есть новое законодательство с 1 травня, с 1 вересня В том, что пенсионеры до этого времени мали давать доведки за предыдущий месяц Не давать доведки, а враховываясь в доход за предыдущий год То с вересня месяца, если других доходов нет, пенсионеры могут призначать субсидию За предыдущий месяц перед звернением А что до нарахования субсидий, какие изменения у цьему році еще отбываются? Багато изменений вошло по нарахованию субсидий Это то, что спрощено порядок надания документов На сегодняшний день призначается субсидия Только два документа необходимо подать Это заявка и декларация про доходы и майновый стан Также новое, что граждане могут подать эти два документа в электронном виде Так же значительно спрощено процедуру призначения субсидий Читко визначены те виды доходов, которые не враховываются при рассмотрении субсидий Это и сплаченные алименты, нарахование от депозитов Так же не враховывается допомога детям, которые избавлены батьковского опеклывания Допомога, разовая допомога при народжении и усиновении И ряды щодо каких-то допомог Так же значительно спрощено процедуру терміна призначения Теперь субсидия призначается с месяца призначения и по закінчению опаливального периода Так же визначено, как берется сукупный доход громадянам, которые пребывали на строковой службе Тобто ряд изменений прийшли в призначении субсидий, которые легчат призначение субсидий Коли же было назначено субсидией, как саме нужно створить механизм оплата? Громадяни отримують поведомление, в котором расписывается и по послугам Який обсяг субсидий, на який призначено И фактично скільки громадяни повинні сплачувати А сейчас у нас у студии телефон и дзвінок Мы вас слушаем, доброго ранка Слушаем вас Добрый день В данный момент я подала прощу на субсидию Вона призначена Еще с травня месяца Пошла я до инстанции Никаких данных на это не мая Ви в травне месяце подали документы на призначение субсидий На призначение Я получила ответ от горячей линии, что призначена субсидия А в осени и там Звоню, перезвонивайте, перезвонивайте Уже осень И что делать? В данном случае я так понимаю, что вам призначена субсидия в размере 0 Потому что субсидия призначается на оправданное Тобто есть размер субсидий Если эти данные написаны, то тогда они есть в надавателях послуг Тобто, если вы проживаете в городе, то вы отримаете герцовские распечатки В которых прописано, если вы имеете призначенную субсидию, там есть размер субсидии и с урахованием ее Вже размер выплаты Если есть пильга, то там есть размер пильги Тому, если есть вопрос, это индивидуальное вопрос 24-01-62, телефон департаменту Запишите, пожалуйста, зателефонуйте после передачи 24-01-62 Дякую вам Да, дякую за дзвінок Хотелось бы мне дизнаться еще одно питание Кому саме призначаются субсидии? Чи есть какие-то критерии? Субсидия призначается одному из зарегистрированных членов семьи Тобто, взагалі, якщо ранее призначалась субсидия власнику житла, то теперь одному из зарегистрированных членов семьи Також, якщо орендують квартиру, то необходимо надать договор оренди И еще новое в законодательстве, что индивидуальным забудовникам, у которых будинки еще не приняты в эксплуатацию, но забудованы уже на 65%, тоже может быть призначена субсидия А ось, який саме пакет документов нужно предъявить для того, чтобы отримать субсидию? Необходимо предъявить заяву и декларацию, это затверждені форми, и все другие документы органы социального захиста населення запитують самостоятельно А как происходит нарахование субсидии тем, кто в минулом сезоне отримал их? Как в этом сезоне? В данном случае, если была нарахована субсидия в минулому году, то она будет перерахована автоматично Тобто, с вересня месяца, когда были подняты тарифы на электроэнергию, субсидия перераховывается автоматично без верненья И на опаливальный период уже перерахована субсидия, люди будут видеть ее А у нашей студии дзвеночек, слушаем вас Доброго ранка Доброго ранка Доброго ранка Мы оформили субсидию, второго даже получаем, помогает, конечно, но вопрос таков Соседи, вот у меня, допустим, не оформили субсидию Люди боятся, говорят, что так просто, как говорится, ничего у нас в государстве не делается И эти деньги потом так или иначе придется отдавать Либо при продаже дома, когда будем продавать дом Либо еще в этом, то есть в любом случае будут изыматься потом эти деньги, которые нам сейчас держава дает как помощь Вот в этом вопрос Понимаете, если вы уже два года получаете субсидию, то вы человек, я считаю, грамотный Субсидия действует, эта программа действует с 95-го года Еще ни одного случая о том, чтобы при продаже жилья что-то человек терял То в данном случае таких случаев еще ни одного не было с 95-го года Уже 21 год действует программа жилищной субсидии И за этот период количество получателей у нас увеличилось в 9 раз То есть если было в 95-м году назначено 18 тысячам, то на сегодняшний день уже субсидию получают 165 тысяч Больше 165 тысяч То есть это исключительно мифы и наши грамотники могут не переживать Это действительно мифы, которые бытуют сейчас и люди, ну я считаю, что уже 21 год таких случаев еще нет А какие взагалі могут еще ждать подводные камни или перешкоди, что нужно знать, чтобы оформить субсидию? В данном случае, когда грамотники заповнюют декларацию и заяву, то в декларации необходимо прописать все виды доходов, которые они получают То есть правильно оформлять документы, предоставлять правильный пакет и обратиться до специалистов А обратиться до специалистов або до фахівцов социальной работы, если это сельская миссия Дякую вам, Тамила Володимировна Дякую вам, что звездили до нашей студии и дали такие ценные поради Я напоминаю, что у студии у нас был заступник директора Департамента социального захиста населення Миколаевской облдержадміністрации Сербльова и Милова Володимировна Дякую вам